Самое сложное в дальнобое это определиться, что смотреть, фильм или сериал, или слушать музыку. Вчера пытался язык вырваться наружу. Груз уже вроде как нашел диспетчер, но там какой-то, говорит, пахивает кидаловым. Конечно, не без приключений, три раза в занос кидала, пока ехал. Машина так рассчитана, что может, видимо, и везти, и на ходу поднимать. Ну, крутая машина, я таких еще не видел. Загрузился, привязался, и сейчас поеду куда-нибудь встану и буду спать. Друзья, всем привет! Я нахожусь в городе Биллингтон, а едем выгружаться в город Бисмарк, Северная Дакота. Я загрузился гипсокартоном, на заводе вообще запросили все снимать, там даже и на прицеп, естественно, залазить нельзя было. Вообще, такая была ерунда, и сегодня с грузами какая-то катастрофа. Это был третий груз. Первый нашли, я приехал, я зашел давать всю информацию, мне говорят, а заказчик типа приостановил тот заказ, иди узнавай своего диспетчера. Пошел узнавать, говорят, отмена. Потом нашли другой же груз этого же завода. Ехать нужно было еще дальше по расстоянию. И начальство говорит, блин, подожди, там какой-то брокер мутный, он плохо с нами общается, не отвечает. Тоже отмена. И нашли этот груз, я недалеко отъехал, где-то минут 20 на следующий завод от этого, и вот загрузился гипсокартоном. Страшный ветер, очень сильный. Так еще и вон снег пошел. Апрель месяц, а здесь снег. Ну вот последние три дня я здесь нахожусь в Монтане, и здесь просто катастрофа. Сильный-сильный ветер, сдувает аж машину на сторону, тянет. И холодно, но холодно не так сильно, потому что, ну, сколько там, минус 3, минус 7 ночи. Ну вот больше и за ветра. Сейчас еще снег пошел. Главное, чтобы дорогу не закрыли, не замело. Тарп развивается очень сильно, потому что груз высокий, центр тяжести высокий. Здесь посередине немножко пачки такие поменьше. Как делал? На заводе не запретили мне лазить, естественно. Это я накинул только по две на каждую стопку. И только потом я заехал в другое место, там, где специальная станция Тарп Стейшн называется. И только там специально обученный человек помог мне надеть брезенты. И вот мы это все с ним сделали. И там такие лесенки на колесиках были. Я подъехал вот еще по одному. Здесь по два накинул, здесь по одному, здесь два тоже накинул. Дополнительно, чтобы привязать, потому что груз тяжелый, 46 700 весят. Это где-то примерно 21-22 тонны. И шести ремней было бы мало. Так, каждый ремень вот такой широкий на 5000 рассчитан. Вот на нем написано, смотрите. Даже 5400, это 2 450 килограмма. 2,5 тонны такой ремень выдерживает. Но мы никогда, точнее я никогда не делаю впритык, хотя бы с 20% там запаса. Так вот здесь у нас получается 11 ремней на 5. Это что-то там под 57-58 тысяч якобы она удержит. Съехал на заправку. Руки помыл, потому что грязные были. Хочу там сходить. Плаза небольшая есть, что-нибудь купить. Там может пиццу какую-нибудь или бутер какой-нибудь заказать. Едем в сеть Minarts. Это такая строительная сеть, супермаркеты. У нас в Калифорнии распространена, ну и вообще везде. В Америке больше распространена сеть Home Depot. Она вообще в США, Канада, Мексика. Самая крупная ритейлер строительных материалов и электроинструментов. А эта Minarts, она больше такая в Центральной Америке находится. Больше по северу. Есть еще другая сетка, называется Love's. Только пишется по-другому, не так, как заправка. Всегда не очень люблю в эти сети ездить. Это магазин, то нормально. Там вообще без записи. С 8 до 6 вроде бы написано, можно выгружаться. А вот здесь я на Home Depot ездил, возил фанеру. Я думал, это магазин. А нифига, это блин, на склад, которым там только по записи, только по свое время, по-другому никак-то не выгрузят. Ехать осталось мне 5 часов, мне не хватает времени. Нет, 5.40 ехать, а мне осталось 5. С учетом того, что я еще зайду покушать, куплю еще меньше останется. Но ничего не сделаешь. Завтра доеду, значит. Потому что полдня я сегодня стоял, тоже подустал. Казалось бы, ничего не делал, садишь за руль и уже уставши. Потому что тоже сидишь, смотришь в телефон. Субтитры сделал DimaTorzok Еду по северу, по 94-й дороге, тоже номер Дакота. Одно удовольствие. Машин ни встречных, ни попутных вообще нет. Дорога пустая, только вон снежок летает, паутинка по низу. Меня только одно настораживает. На столбах везде на электронных табло написано, что после того города, куда я еду, до города следующего, от Бисмарка до Фарго, дорога типа закрыта. Получается, сколько? Дни пять назад я ехал, была очень плохая тоже погода, была вся дорога во льду. Было после дождя, все было замерзше, не знаю. Сейчас написано, что закрыто. Тут варианта два. Либо она действительно закрыта. Навигатор вообще сходит с ума. Он постоянно показывает, что мне нужно какими-то окольными дорогами объезжать, что даже до Бисмарка дорога закрыта. Но я не думаю, что это правда. Потому что в прошлый раз так же было. Либо она действительно закрыта, либо просто забыли поменять табло. Забыли поменять на табло надписи. И поэтому такие вот истории. Ну, не знаю, посмотрим. Но явление прикольное. О, машинки начали ехать. Снежок летит по дороге. Навстречу едут грузовички легковые. Ну, это я говорю, раз в пять минут, если встретишь кого-то, и то хорошо. А так, в основном, по дороге пустая. Едешь в одно удовольствие. Бывает скучно, потому что картинка не меняется. Смотрите, тут одни поля и снег. И очень сильно отражает глаза. Аж режет глаза, если очки не одеть. Из-за этого может быстрее уставать. Но, не знаю. Пока еще утро. Выспался, нормально все. Самое сложное в дальнобое – это определиться, что смотреть. Фильм или сериал. Или слушать музыку. Тут вариантов немного. А это все остальное – это ерунда. Вот, что самое главное. Определиться, что будем смотреть. Ну, тут уже действительно погода что-то ухудшается. Снега все больше становится на дороге. Ну, да ладно. Справимся, я думаю. Сейчас доедем. Выгрузим наш гипсокартон. Стекла, как всегда, грязные, потому что зима. На улице минус 11 примерно. Но ветер. Я говорю, тут снова этот коварный ветер. Ну, да ладно. Справимся. Едем дальше. Согласна. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну да, там у них утеплитель какой-то внутри валяется Вчера пытался язык вырваться наружу У меня резинок больше нету Решил таким способом закрепить, чтобы оно не разваливалось Поэтому так, ну ладно, начинаем работать Холодно, надо согреться Сейчас поработаем, как раз согреемся Все, погнали Капец, какая щука у меня красная Мороз, не знаю, минус 11, но очень сильно обдувает Как минус 20, пишет на телефоне Короче, какие новости? Я-то все сложил с горем пополам Сильный ветер Использовал 4 цепи Ложил по углам, чтобы сложить брезент Потому что он улетает Обдувается, как парус Они что-то не сильно торопятся меня выгружать Хотя я им сказал Они сами сказали, давай типа здесь И мы сейчас будем Ну да ладно Половину практически разгрузили Их вроде как двое Груз уже вроде как нашел диспетчер Но там какой-то говорит Пахивает кидаловым Они говорят, что да-да-да Груз у вас, но ваш Но документы пока что еще не прислали То поэтому ближе к тому, как меня выгрузят Я сообщу и тогда уже скажут Мне ехать или не ехать Туда еще ехать Сколько там надо, я еще не смотрел Ждем, пока они это все снимут И поедем куда-нибудь дальше Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, я доехал Конечно, не без приключений Три раза в занос кидала, пока ехал Погода отвратительная Дорога вся просто заметена Это какая-то типа стройка Они походу какую-то вышку нефтяную разобрали Ехать надо в Луизиану Они вот там пытаются что-то оторвать У них аж машина Отрывается от земли перед ним мостом Что-то они не могут там поднять А это на СтопДек Готовку поставили Там дверька у нее открыта Там столько снега на Милой Я посмотрел, там в ней какое-то сварочное оборудование стоит Какие-то трансформаторы Короче, капец Дверь прям открытая Там если вот пойти посмотреть Там прям ужас будет И какой-то они там еще одну приборку спереди поставили А я подошел Вот в пикапе сидит дядька Видимо главной постройки Подошел ему сказал Он говорит Ну сейчас тебя будем загружать Подожди А до этого уехал другой Флотбет С таким же прицепом Как у меня машина Так там еще какая-то барахла была Она была нагружена Какая-то бочка Какие-то железяки тяжелые Он цепями это все позакреплял И все Но мужики все никак не могут оторвать Что они хотят Там что-то в сугробы закопали они Никак у них не получается Что будут грузить мне Я пока не знаю Ехать 24 часа показывать Там 1500 с копейкой миль Но беда в другом Дорога закрыта По гугловскому навигатору От бисмарка до фарга В ту сторону куда я ехал И еще дальше после фарга Тоже все закрыто Гугл показывает Но мне также этот навигатор Показывал что дорога закрыта И постоянно все сводил меня с дороги Но я как-то успел проехать И никаких знаков Прям на дороге нету Как обычно там шлагбаум стоит И лампочки мигают Такого не было Но может там уже дальше Скорее всего оно так и будет Но я надеюсь Что у меня что-то будет тяжелое Ехать будет мне намного приятнее Есть другая дорога Через US Через мелкие Вопрос в другом Где я там остановлюсь У меня только 5 часов времени Еще есть на сегодня И я не представляю Где я там могу остановиться Если я так допустим Буду ехать, ехать, ехать И доеду до того Что потом не смогу встать Это будет очень плохо На дороге же нельзя стоять Надо хотя бы какой-то съездик найти будет Ну да ладно Не будем о грустном Сейчас может быть все разрешится И будем смотреть Что нам загрузят Но там что-то у них не получается Что-то положили Но оно торчит Надеюсь я потом поправлю Либо не поправят Окей Вон зеркало видите Торчит Они немножко так это смотрят на меня Что я с камеры снимаю Всегда все боятся Что вдруг Что-то я сниму А у них что-то неправильное Там не знаю По технике безопасности Либо что Они так косовато смотрят А там еще цепь какая-то валяется Чтобы на колесо не намоталось Главное Ну нормально Все Вот видите Валяется Цепь висит Шелезяки торчат Он еще какую-то лестницу будет положить И там лестница Короче Как я и думал Это будто как-то барахло Я диспетчером написал Потому что Она спрашивала меня Что это будет у тебя за грустную тушу Говорит барахло какое-то Говорит Ну понятно Там было написано Что это Что-то от Нефтяной вышки Вот смотрите Как они ставят на трал Один кран отъезжает Другой кран отъезжает Опасны у них эти штуки Ему надо Чтобы они хорошо На центр поставили ровно Чтобы его не шатало По сторонам Потому что Если будет плохо стоять Будет его вести по сторонам Тут Только что был разговор Он походу мне говорит Давай свою камеру Говорит чего Он говорит Потому что у меня нет Я говорю Хорошо Но я ему Объяснил Что давайте-ка Легкое все назад А вперед Давайте тяжелое Потому что Говорю По зиме ехать Мне сложно Когда я перед не загружен Он говорит Ты же на север Ты же с севера на юг поедешь Ты в Луизиане там тепло Я говорю Ну и что Ну сейчас типа так Он говорит Ну понятно Говорит Ты можешь оставаться здесь Дорога закрыта Я говорю Нет Я хочу переехать Если получится на юг С севой А дальше уже целый день Ехать по югу Он говорит Там дорога все равно закрыта Можешь здесь типа ночевать Я говорю Окей Google показывает у нас Вот что показывает Google Смотрите Дорога закрыта Которую нам рисует Этот навигатор Вот Все просто закрыта Вот это вот основная дорога Фривей То есть она еще даже До фарга показывает И там На фарга Хотя Вот я говорю Я был вот здесь Вот бисмарк вот здесь Я был в бисмарке сегодня Где-то он тут 97 миль Короче Где-то здесь бисмарк должен быть Я в нем был Хотя тоже все рисовало Что закрыто Но ничего И тут видите Все дороги закрыты Везде Кирпичи стоят Очень сильный ветер Вот я хочу по югу Поехать вот так Вроде с этой стороны Все открыто Но это не факт Будем советоваться с начальством Как скажет начальство Но пока что вот закрыто Ехать 25 часов 1556 миль Так я его делал Добре Тут надо ждать Вон какой-то трубу ложат Хотя просил же Потяжелее вперед Ну да ладно Вот с ними тяжело Очень тяжело Они все равно Как бы делают по-своему Цепь просто весь заледенел От того что ехал по дороге Это я уже поотбивал Походил Смотрите Как я сосульки висят Надо все отколотить Потому что здесь катушки должны быть Вот как катушка обросла Смотрите Ужас просто А это все еще и вес На лапах сколько снега Запаска Это ладно Я молчу Но мне нафиг Пока не нужно Беда вот в этом всем Смотрите Самое интересное Что сзади было Какие огромные глыбы Намерзшие Это просто кошмар Я все потихоньку Подбивал с этой стороны А с этой только глыбу снял Это вот все было Вот здесь вот приклеено С обоих сторон Здесь Получше ситуация Немножко только сосульок здесь И вот там возле колес Все остальное чисто Я хочу Они сказали Что ничего тяжелого не будет Вот эта вот фигня Там такая железка Какие-то Чтоб вот это вот Подвинули железяку Потому что торчит Оверсайз Я не хочу Чтоб мне Когда при поворотах Пла-бла-бла-бут Эти вот бамперы Черные боковые Наконец-таки Они услышали меня Сказали Эта штука Буровая Наверное Какая-то Не знаю Весит 11 тысяч паундов И ее поставят Вперед Как я и просил Что было спереди Потяжелее Вот собственно Таким вот краном Они могут вести Ставить Вести Ставить Вообще прикольно Я уже подбивал Свой прицеп С этой стороны Катошек нету Ремень я заправлю За борто С той стороны Вообще капец Как было сложно Он говорит Как-то А Говорит Поверни вокруг Терн араунд А ну правильно Чтобы этим крюком Не этот Он оверсайзом будет Этой штукой лучше Аккуратненько Не поломайте мне машину Машина так рассчитана Что может видимо И вести И на ходу поднимать Ну крутая машина Я таких еще не видел Так что вот так Пойдем с той стороны Будем ловить Они эти лесенки Поснимали Потому что выгоднее Загрузить вот это Что тяжело Но они сказали Будут набрасывать Все Что у них попадается Вот Я видите Уже здесь все катушки Почистил Они все ездят Все хорошо с ними Но это вообще супер Мечта любого дальнобойщика Зимой Чтобы тяжелое Поставить Вперед И на центр И на мидал Плес Их 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 Надо помочь Ну что Я им помог Чтобы поставить Приблизительно На центр Этой колымагой Ровно не поставишь Все шатается Еще ветер дует Ну с этой стороны Скажем Можно было бы На одну полоску Больше поставить На один Говорит Два И ничего Нужно было сюда Но Мы же не будем Тут с рулеткой Сантиметром вымерять Видите здесь Ближе к доске Чем с той стороны Ну да ладно Ничего не поделаешь Смотрите Сколько льда отпало Надо отбивать А то блин Обломает Потом брызговики Если налипнет Там вся рама Я не буду отбивать Потому что там И подушки И все такое А здесь прям Все поотбивал Потому что с этой стороны Катушки должны ездить Свободно Вот Они ездят Вообще идеально Вся рельса снизу Она просиликоненная Есть ВДшка с силиконом Я побрызгал заранее Чтоб она лучше ходила Там бывает Песок попадает Вода заливается И хреново ездить Поэтому нужно пшикать И иногда тоже катушки Все Как раз таки после такой погоды Я их всегда пшикаю Чтоб они лучше ходили Вот они и говорили Что наставили всякой ломоты Вот они и наставили Но я рад Что вот эта вот Фигня Она Будет стоять спереди Я буду более увереннее ехать Одну цепь кинем Спереди Одну сзади И два ремня Чтоб быть уверенным Что никуда ничего не съедет Смотрите Как здесь примерзло Капец Надо убирать Потому что обломает бампер А потихонечку Надо отбить А я даже не чувствовал Когда ехал Оно так наросло Это сторона солнечная С которой я стою Солнце топит Весь лед Та сторона холодная Плюс еще Отсюда ветер С этой стороны продувает Поэтому вообще беда Там не могу Ну как бы и не могу И не нужно Как бы здесь отбивать Мне только забор Зацепиться и все Наконец-таки Я все сделал Больше двух часов прошло Они тут переставляли Помните лестницы были спереди Потом они вот эту штуку принесли То-сё Как я и говорил Одна цепь спереди Замок обязательно закрываем Тут ремень Смотрите Если у вас нет ничего мягкого Как бы этот угол гладенький Хорошо Но здесь бы был большой кусок И он бы не влазил Наматывал бы все бы здесь Поэтому я вот так вот Подкладываю сюда Потом здесь у нас идет Труба Так здесь я подложил войлок И натяну Потому что вот этот угол Возможно Протрет мне ремень А это не очень хорошо Отдельно брезент Закрепил На тонкий ремень Этот ремень крепит И трубу И лестницы Также верхние ремни Все перекручены Через уголки Смотрите Потому что там Острые края Здесь такая же история Здесь брезент подпирает Лестница Казалось бы да Места сзади много Вот они у меня здесь лежали Они попросили меня убрать Ну наверное да Может быть Вот эти вот Дюраль Алюминиевые ступеньки Которые выломаны все Они вот Шатаются Главное чтобы не отвалились Ни на кого не полетели Потому что будет беда Я некоторые Признаюсь честно Две сломал пока лазил Кинул их туда вон вовнутрь Там они лежат Здесь Эти железные какие-то плиты Отдельно снизу Притянуты ремнями Тоже подложены Сверху все тоже проложено Что самое интересное Другое Ну конечно шутки от них Говорит там собака Будь внимательны Она голодная Любит мясо И не любит желтого Я говорю ну понятно Я вас понял Все уехали Документов не дали Говорю где документы Ну говорит Блин Он уехал уже Тот главный Главник который грудил Раздавал всем груз Говорит Ты можешь делать сам Я говорю да От руки напишу Сейчас я пойду в кабину И вам покажу как это делается Другой Приехал следующий водитель Загружаться Видимо уже было поздно Это было после Предположу четырех или пяти Потому что я нет С собой часов И его диспетчер Звонит ему И я так понял Ситуация такая Он подходит ко мне Ты говоришь по-испански Говорю нет И он дает мне трубку И там женщина Дети на заднем фоне плачут Диспетчер спрашивает Типа вы приехали Пикап Это какой-то груз Да Туда Я так понял И диспетчер проверяет Приехал ли он за этим грузом А ему уже сказали Что не загружена Видимо такая проверка От диспетчера Или брокера Не знаю Он просто развернулся Они сказали что нет Мы закончили работу И он уехал Они сами там взяли Один грузовик оттуда Какие-то запчасти еще взяли И куда-то сами повезли Я уже все Смотрите Тут снега еще посыпал Все Эта сторона-то оттаяла А та вся мерзлая Да ладно Смотрите как вышло Нужно открывать капот Вынимать льдину Здесь огромная льдина застряла Между колесом И подкрылком Блин выломает Надо сейчас капот поднять И вынуть ее Добре Я его пропихнул вон туда И он развалился Больше его достать не могу Вот там он где-то валяется Видите Между колесом И рамой Так смотрите Как можно написать документы Это бланк пустой у меня был Белофайдинг называется Номер я придумаю Дату обычно Когда загружаю Чтобы было просто И также адрес Откуда Куда Третью можно не писать Это Третья сторона Не помню как называется А это то что везем Я называл это Oil Equipment Я не знаю что это на самом деле Назовем это так Если что-то спросит Будем отвечать А так вообще без проблем Вот такие дела Оказывается стоял я Три часа А не два Как я думал Но есть такая кнопочка Называется Сплитбакс Вот если его брать Так у нас типа Два часа осталось Так как я это перевел Все вот так вот Хоп Сделаем Я сделал это в офис Что я стоял вообще Отдыхал А загружался здесь Чуть-чуть прям Что они быстро Мне нагрузили И вот сейчас можно ехать 5.24 Уже шифт уходит Поэтому такие дела Но после этого Обязательно нужно спать 10 часов Нельзя Персоном пользоваться Вообще Так что такие планы Начальство говорит Что ты там везешь Такое супер Супер дорого платят Непонятно что будет Я говорю Ломоту какую-то Поэтому вот так Надо выезжать Сколько-то еще Сегодня проехать Завтра будем пилить Целый день И послезавтра Целый день Чтобы загрузиться На выходные Поэтому Не теряем ни минуты Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что Я приехал Выгрузился Все очень быстро было Вот там за воротами Это все выкинул Ворота уже закрыли Все уехали Все какие-то нервные сегодня Все какой-то не успевают Все что-то хотят Непонятного от меня Вот только что-то сейчас Нашли мне груз Брокер какой-то вообще Говорит Я тебе адрес пикапа не дам Пока ты не пришлешь фотку Что ты пустой Присылаю фотку Что пустой Звоню Говорю Я пустой Мне спрашивают Ты кто такой Начинаешь рассказывать Начинают спрашивать Потом переключают С друг друга на друг друга Начинают выяснять Опять что-то спрашивать Звонил начальству Они говорят Что брокеры Не оставляют свои номера В заявках Когда груз сдают А только email Звонишь Никто трубку не берет Пишешь Не отвечают Вот взяли мне груз Так говорит Видишь Не отвечают Нормально Ничего сказать не могут Короче дебилизм какой-то Вот такие вот дела Нужно быстро-быстро Все собрать Все скрутить И ехать загружаться Я ему немножко приврал Сказал что в 11.50 приеду Но это наверное не 11.50 будет Загрузили быстро пулей А кричали Куча всяких О Еще один трех Какой-то приехал Вот такой вот груз Это Я узнал Маты Такие знаете На пол крепятся Когда со стройки Чтоб выезжали люди Чтобы Обтряхивались колеса А не грязь Все неслась на улице Вот они Или на какие-то Разбитые дороги Типа болота Ложатся сверху И тогда можно по ним ездить Сказал он Четыре ремня Накидываешь наверх И все Сначала брокер сказал Типа нужно Чтоб у меня были брусы Восемь брусов Но этот говорит Не надо брусы Не подкладывай Я тебе так загружу И тебе будет так проще Чем ты сейчас будешь Это все доставать Я говорю окей Вот поэтому Сейчас быстренько По четыре ремня На каждую стопку То есть 12 ремней надо И затянем Потому что сейчас Уже другие Сейчас машины приезжают И тоже грузите надо Поэтому надо быстренько делать Прикольно вышло Я решил залезть наверх Поправить ремни Чтоб были ровно На первую только успел Стопки поправить Уже сигналит Типа слазь Нельзя тут лазить А так ладно Уже как есть так есть Потому что они там Перекручивались Поэтому будем делать как есть Просто позатягиваем Крепко и все Все Я загрузился Замотался Все сделал Обязательно Нужно перекрутить Наши ремни И очень крепко натянуть Так как груз высокий Все перекручены Все очень сильно затянуты Они мокрые С них вода видите Капает Поэтому надо Очень хорошо протягивать Потому что они тягучие Растягиваются Когда водяные Я приехал сюда Меня спрашивают Че куда Откуда Без понятия Брокер ничего не говорит А потому что Ты еще выгружался Поэтому он тебе ничего не пытал То есть они знают Об этой фишке Что если у тебя нету Ну то есть ты выгружаешься Тебе ничего не дают Ну он меня в системе видел По названию компании Только имя почему-то Мои диспетчеры постоянно Другое пишет Виктор Либо моё имя Правильно пишет Виталий Не знаю почему Я хочу узнать Мне самому интересно Чем они так делают Я устал Я ехал очень много Сегодня с утра Рано просыпался Поэтому сейчас хочу Просто вот Загрузился Привязался И сейчас поеду Куда-нибудь Стану и буду спать Завтра буду Цел день ехать И послезавтра Доеду Жду пока они придут Сфотографируют груз Потому что им тоже нужно Сфотографировать Как я всё сделал И тогда дадут документы Уже они Сфотографируют груз Сфотографируют груз Сфотографируют груз Мы продолжаем Нашу дорогу По Луизиане Дорога стоит На сваях Снизу воды Очень много Это огромный кусок Это десятая дорога Здесь интерес Здесь рыбу Прям ловят на лодках Видите Вот сейчас Смотрите Будем ехать Сейчас Вот там вот Лодочка стоит И люди Ловят Где-то в кустах Кого-то там Не знаю Главное, чтобы крокодил За задницу не укусил Здесь воды Очень много Я вчера проезжал По частному сектору Где загружался Там у людей Просто во дворах Всё водой Затоплено Залито Там всё В воде Это не болото Это река какая-то Разлив её Или это просто Затопило кусок земли Паводками Или Ещё чем-то Не знаю Но я уже здесь Не первый раз езжу Тут всегда Такая вот вода Но если бы Это было изначально То деревья бы не выросли Я думаю В воде А так Наверное Скорее всего Это просто Притопило Что-то Огромное Разливилось Вон там Видите Сколько всего Сколько воды Ужас Как много воды Это вот такая дорога Моё предположение Наверное Сколько она На миль Может 20-30 Будет вот такой Вся дорога На столбах Сейчас мы проезжаем Город Батон Руж Огромный Портовый город По-видимому Потому что Справа порт Здесь какой-то терминал Загрузки И огромный мост Чтобы могли Сюда заплывать И там Вдалеке Походу Стоит огромный Нефтеперерабатывающий Завод Очень много Труп идет Очень много Хранилищ Для нефти И разлив Разлив реки Очень большой Там сыпучие Какие-то грузы Отсыпают В общем Обалдеть Мост просто Огроменный Огроменный Мост Там какой-то Пир на сваях Стоит Здесь Вон куча Судов Стоит Посередине Реки Ожидают Выгрузки Катамаран Огромный О, не один Даже несколько Там военный Судно Стоит Старенькое Вряд Наверное Видны Катамараны Эти Старые Еще Катамараны Катамараны Двигаются Обалденно Ну все Мы едем Дальше На Новый Орлеан Дорога идет Десятка Идет на Новый Орлеан Катамаран Катамаран Десятка 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 Наконец-таки Меня начали выгружать Эпопея Длилась Я просил Чтобы меня выгрузили В понедельник В понедельник Я не выгрузил Сегодня вторник И уже обед И то я звонил Через диспетчера Потому что они трубку От меня не берут У них какая-то вот Тройка Я не знаю Для чего они строят На пляже Эту дорожку Может чтобы люди ходили Не знаю Еще недовольные были Что я не так Типа заехал Нужно было Заром заезжать А всем было вообще пофигу Когда я приехал Все вообще стояли И в носу ковырялись Ну короче Такие дела Но вид шикарный Пляж Солнце Небо Какое небо Небо классное Погора где-то плюс 17 Но ветер Холодно мне Поэтому я в куртке Они-то в майках работают Поэтому такие дела Надо быстренько собираться Они уже расписались Ну что Людишки вон загорают Кто-то купается Там в одежде плавают Дети и взрослые Вон они туда еще матов Этих не навезли Короче непонятно Что они будут строить Ну коверно какая-то стройка будет Сто процентов Я не думаю Что они-то Поганят для людей Такие вот маты ложат Много комфортнее Косковый отлазит Чем по этим матам Да Поэтому такая вот Ерунда Он естественно Возмущен на меня Что я типа заехал Передано Я бы задом Сдавал бы сюда Я бы задом Заехал сюда Они выгружали бы так Ну да ладно Это Их вопрос Я подошел Меня никто не встретил Я посмотрел Что сюда заезжать И все И заехал Поэтому такие дела Сейчас выгружаемся И будем чем-то другим Загружаться Потому что такие дела Ну а на этом ролик Наш будет заканчиваться Всем спасибо За ваши просмотры Лайки За комментарии Вы много вопросов задаете Большое огромное Вам спасибо Увидимся в новом ролике Всего доброго Пока-пока Что я наговорил Чушь всякой наговорил Неправильно Блин Надо выйти И не сказать Чтобы мы потяжелее Ставили вперед Точно Потом я сяду в машину И вам все покажу Как это делается Все До встречи До встречи До встречи Блин Ладно Это не получается Сказать Погнали Как-то вяленько Я уже подъехал Ближе Не подъехал Ближе И все Уже ругаются Продолжение следует